Друзья, у меня для вас печальное известие. Мы сняли тесты на воде, однако, судя по всему, придется их переснимать. Да задолбал ты уже, перфекционист хренов! Выйди из кадра, люди тестов ждут, я буду говорить. Привет. Да, есть небольшие накладки. Дело в том, что эхограмму на младших моделях Гармина невозможно воспроизвести на самом аппарате. Из программы HomePort такая же проблема. Те, кто вступил в группу сообществ рыболов и водомоторников, в курсе этой ситуации. Ссылка на группу в описании. Присоединяйтесь, будем рады общению. Итак, мы взяли алюминиевую лодку. О ней расскажем отдельно. Изготовили черный ящик, установили дорогую камеру. Но оказалось, что у камер Sony невозможно отключить оптическую стабилизацию объектива. И вибрация отразилась на картинке. Да, в общем-то, и фиг с ним. Если что-то будет непонятно или не видно, я объясню на пальцах. Поехали! Перед вами два эхолота, предоставленные для тестов и обзоров с магазином Александр Ховрина. Ссылку на магазин найдете в описании к ролику. Домашний обзор функционала мы уже показывали. Настало время тестирования на воде. Для теста мы опустили на 7-метровую глубину покрышку и муляж рыбы. Почему муляж? Потому что был нерестовый запрет. Но и даже без него, скажем, судак после поимки долго не живет. Пока подготовим тест, пока то все, рыба погибнет и закоченеет. А это уже совсем другие характеристики для акустического отражения. Что за муляж? Мы из поролона сострагали что-то подобие рыбки и в один слой обмотали скотчем. Тонкий скотч по плотности приблизительно равен шкуре судака с чешуей. При погружении из поролона выдавили воздух, чтобы муляж потерял плавучесть. С точки зрения отражательной способности акустического луча эхолота муляж стал приблизительно равен рыбе такого же размера. Кстати, размер у нас 60 см. Итак, мы на Волге в районе города Калязин. Рядом с базой отдыха Константа, где и расположились. С погодой нам не очень повезло. Ветрено, волны. Но на этот раз нас это не остановило. Опустили под воду покрышку и муляж рыбы. Так как на момент съемки у нас еще не было автопилота, то с помощью пульта на моторгайде задали несколько точек и начали ходить между ними, чтобы посмотреть работу бокового сканирования эхолотов в условиях, максимально приближенных к реальным. Отдельно отмечу, что в этом тесте настройки для эхолотов мы намеренно не меняли, а использовали стандартные предустановленные производители. О подборе настроек для улучшения отображения данных выпустим отдельный ролик по каждому эхолоту индивидуально. Итак, первый участник – Lawrence Elite Fish System. Боковое сканирование на 800 кГц. Мы видим покрышку и даже если присмотреться, видим муляж рыбы. Прошли многочисленное количество раз на малой скорости – от 2 до 5 км в час. Показываем вам среднестатистический результат. Переключаемся на частоту 455 кГц и качество наблюдения резко ухудшается. Муляж рыбы заметить практически невозможно. И даже покрышку в большинстве случаев не разглядеть. В общем, частота 455 кГц позволяет увидеть лишь общее очертание рельефа дна без подробностей. Ну и теперь переходим к тесту Garmin и Hamap UHT. К сожалению, мы не знали, что у камер Sony невозможно отключить оптическую стабилизацию. В следующий раз будем использовать объективы от Tamron. Но ничего, потерпите, в целом все видно и понятно. Ну а что непонятно, я поясню. В крайнем случае, задавайте вопросы в комментариях под видео. На частоте 455 кГц наблюдаем ту же картину, что и на Lawrence FS на той же частоте. В общем, на глубинах около 7 метров рыбопоисковый функционал на этой частоте крайне слабый на обоих охолотах. Включаем частоту 810 кГц. Не могу сказать, что ситуация кардинально изменилась. Кстати, хочу отметить, что Garmin лучше справляется с волнами. Каким-то образом он их отфильтровывает. Картинка не превращается в стиральную дождь, как на Lawrence. На частоте 810 картинка заметно лучше. Но чисто по моим субъективным ощущениям покрышка менее различима, чем на Lawrence FS. А муляж рыбы я вообще не увидела. Возможно, если подрегулировать настройки, качество отображения можно и улучшить. Но на данный момент не берусь утверждать. В общем, без подготовки и регулировки яркости, контрастности и прочих настроек вряд ли возможно найти объекты на дне. Ну, если заранее не знать, где они расположены. И лучше всех показала вся частота 1070 кГц, что, собственно, было ожидаемо. Однако аппарат перестал справляться с фильтрацией волн, и на картинке появилась спиральная доска. Да, если знать, где и что искать, то есть шанс найти то, что ищешь. Итак, лично мне, как новичку, не имеющему никакого опыта, показалось, что Elite FS объекты на дне видят лучше. То есть, если мне выдадут эхолот, поставят задачу найти боковым сканированием объект, лежащий на дне реки в радиусе пару сотен метров, то из этих двух я выберу Elite FS. Но это не исключает того, что при филигранных настройках эхолотов результаты могут отличаться от подобного первого впечатления. А на более старших моделях боковое сканирование может показывать совершенно другие результаты, так как сигналы от сонара обрабатываются более мощным процессором, что позволяет использовать более продвинутые алгоритмы. И не забываем, что у старших моделей разрешение экрана выше, а это позволяет выводить на экран больше подробностей. Замечу, что в этих тестах мы рассматривали лишь боковое сканирование, а о другом функционале и ручных настройках сканирования мы поговорим в следующих выпусках. И да, если у вас есть желание поддержать наш канал и исследовать свою работу, то в описании вы найдете ссылку, где можете пожертвовать любую ненапряжную для вас сумму. Будем очень признательны. А на этом сегодня все. И помните, как и дядя Вова, тетя Лена плохому не научит. До встречи. Ну что, звезда, довольна? Ой, не знаю, закидает нас шапками. Ну, значит, закидает. У тебя все равно там изображение дрыгается. Где? Где? На экране. На каком? На какой? Оптическая стабилизация объектива. Ну вот, плюс еще и это.